всем привет на связи федор васильев и в этом видео я хочу вам рассказать что такое wordpress его отличие его преимущества недостатки то есть отличие от jumbo то есть если вы смотрите меня изучали мои уроки по jumbo по adobe muse в самом начале когда я начинал записывать уроки первый курс у меня был по wordpress а именно как создать музыкальный сайт на wordpress но это было давно 14 год эти уроки уже в принципе устарели я решил обновить всю информацию я хочу также записывать серию уроков по wordpress в 2018 году возможно начну в конце года я расскажу что такое wordpress как это вижу я насколько я его знаю то есть я очень плотно сидел на этом движке около трех или четырех лет и после этого видео вы решите для себя нужна вам эта информация подробная или нет например как jumbo сенсей я делал целую серию уроков здесь тоже необъятные просто возможности необъятные всякие дополнения плагины то есть можно очень много записать материала полезного и так wordpress что такое wordpress wordpress это движок сайта или блога если его сравнивать с jumbo то wordpress он попроще то есть если вы еще не начинали создавать сайт и вы хотите научиться воссоздавать то здесь нужно вам определиться то есть jumbo она все же очень большая в ней много настроек она больше направлена на какие-то большие сайты с большими возможностями но новичок может просто заблудиться если вам нужно просто вести блок в интернете то есть это создание статьи статью может входить заголовок описание картинка видео слайд-шоу галерея например разделение на страницы на категории в wordpress это называется рубрики вместо статьи записи и wordpress он поменьше попроще то есть настроек меньше с одной стороны конечно бывает не хватает возможностей но здесь нам приходит на помощь дополнительные плагины которых очень много wordpress он более популярный чем jumbo в мире его используют чаще больше людей нежели jumbo и лично мои замечания и лично мои сравнения из jumbo сейчас я вам о них расскажу казалось бы мелочи но это тоже важно например годы идут jumbo обновляется но до сих пор они не решили вопрос я считаю что редактор при котором мы создаем статьи сейчас вы видите перед собой админку wordpress то есть здесь у них видите запись добавить новую запись это по сути добавит статью то есть вот этот редактор именно у jumbo он очень деревянный то есть новичку будет проблематично с ним возиться создавая статьи в wordpress он просто идеально чтобы это прочувствовать конечно нужно пробовать создавать статьи если вы хоть раз попробуйте воспользоваться редактором wordpress по создаете статьи несколько месяцев поведете такой сайт а потом перейдете на jumbo вы сразу поймете разницу вот этого редактора он очень убогий то есть придется здесь заморачиваться я между на jumbo и ставить дополнительные то есть другие редакторы если вы вам тяжело работать с таким редактором то есть вот оно отличие первое которое я считаю очень важным здесь очень удобный редактор опять же простота удобство много мелочей продуманных wordpress в плане ведения блога опять же это будет заметно когда вы попользуетесь уже wordpress это будет хорошо также видно если вы перейдете с jumbo на wordpress я лишь хочу вам просто предложить выбор я буду записывать так или иначе уроки пошагово для начинающих также с нуля как wordpress создать как вести там как наполнять статьями вообще по настройкам wordpress по бесплатным темам по платным темам по возможным по всевозможным плагинам wordpress будут в дальнейшем уроки в youtube я это планирую делать дальше теперь отличие темы ну или шаблоны wordpress это называется темы то есть здесь это внешний вид темы по темам сразу преимущество вот если вы могли заметить на джумали темы шаблоны они достаточно все как будто однотипные нету интересных вариантов хотя их тоже много на wordpress и все интересней здесь а действительно есть интересные варианты как в бесплатных так и в платных темах то есть прямо в админке wordpress вы сможете подобрать себе тему посмотреть там описание отфильтровать по категориям чтобы найти какую-то тему да например блоговая тема применить фильтр да и показываются темы то есть вы прямо из админки сможете установить любую тему в принципе к себе на wordpress ну тоже здесь свои подводные камни крутые темы лендинговые они тоже ограниченные возможностях вы можете ими пользоваться но функционал будет урезан только в про версии который надо купить вы сможете пользоваться данной темы но тут есть действительно интересные темы лендинговый который выглядит как почти как grid box то есть прямо тема настраивается то есть лендинговый да так же легко со всякими ползуночками двигай перемещаясь загружаю ваш лендинг готов очень много бесплатных тем и вот смотрите основное отличие jumla она больше коммерческая то есть куда ни сунься что вам нужно плагин компонент модуль скорее всего он будет платный в wordpress и все наоборот то есть здесь очень много бесплатности я свое время когда пользовался я очень много замечал и элементов то есть плагинов которые расширяют функционал wordpress прям необходимых вам и очень часто оказывалось что это официально бесплатно то есть плагины качаются тоже прямо отсюда у jumla тоже есть такой возможность закачивать прямо с админки плагины компоненты модули здесь это только плагины и виджеты есть что такое понятие здесь просто огромное количество плагинов то есть я считаю что на wordpress даже больше всяких плагинов вообще в мире от разработчиков нежели на джум или да опять же джума если что куда не сунется сразу коммерция то есть сразу это платно я понимаю что за любой труд нужно платить но со стороны с нашей стороны пользовательской да когда мы пользуемся у нас ограничен бюджет как правило и нам желательно бесплатность то есть если вы сейчас стоите перед выбором что выбрать какой движок то нужно отталкиваться таких вещей смотря что вам нужно у wordpress тоже есть недостатки один из недостатков стоит перезагрузить его плагинами я не знаю как сейчас дело обстоит вот два года я не касался wordpress 14 году последнее время когда я плотно занимался изменилось ли что-то за за это время была версия на то время 40 сейчас 491 вот здесь внизу это видно но на раньше если мы вот лично я у меня вот были только необходимые плагины установлены их всего было 20 и сайт заметно wordpress сайт заметно тяжело грузился в интернете нам ни в коем случае нельзя допустить чтобы он тяжело грузился да мы все знаем какие могут быть последствия это влияет прямиком на оси оптимизацию на выдачу сайте жил грузится только из-за этого он в яндексе будет ниже в позициях с сайтами конкурентами у которых в этом плане все хорошо например и соответственно человек поведенческий фактор да он не будет ждать загрузки сайта если он долго грузится у нас сейчас такое время до человек бегло смотрит в интернете пробегает глазами если сайт не открывается несколько секунд он тут же уходит и ищет дальше это нас просто убьет нам нельзя допустить загруженность сайта чтобы это долго грузилось вот раньше wordpress было так вот вы казалось бы плагины все необходимые но уже заметно грузится тяжело больше 20 плагинов не рекомендовал я ставить на движок возможно сейчас произошла к это оптимизация возможно что-то стало лучше за два года вот возможно нет здесь нужно смотреть опять же в дальнейшем у меня будут уроки именно есть плагин без которых у вас wordpress просто будет ну голым они просто необходимы ну из-за этих плагинов никакой тяжести вам не прибавится их не так много я позже об этом буду записывать уроки опять же прокомментируйте это видео про ставьте лайки если эта тема вам интересно если вы хотите чтобы я ее развивал на своем канале параллельно джумли параллельно adobe muse параллельно чтобы шли уроки по wordpress сюда обязательно напишите свой комментарий то есть смотрите если вы стоите на распуте да и не знаете с чего начать то есть как что вам выбрать какой движок смотрите если у вас построен план уже как это будет выглядеть если не слишком большой функционал если вам там не нужно даже регистрация пользователя на сайте хотя на wordpress есть такая возможность то есть у вас например категории много категорий страницы статьи можно регистрация быть то есть вот это все самое казалось бы банально если ничего такое сверх серьезного не планируете делать то я рекомендую вам пользоваться именно wordpress он легче он проще в понимании он очень удобный можно найти интересный шаблон хотя есть даже такие плагины как интернет-магазин на wordpress но я бы никогда не стал делать серьезный интернет-магазин на wordpress как бы крут он там не был я считаю ни один плагин не пройдет в сравнении с джейкасса или любыми другими компонентами для джума для построения интернет-магазина то есть по идее здесь тоже можно все сделать и форум интернет-магазин какие-то порталы там я не знаю я если нужно вам там лендинг сайт-визитка это все тоже можно сделать на wordpress здесь уже предпочтение если вы знаете и то и другое то есть и wordpress и джуму вы уже сами будете видеть разницу и понимать что вам лучше подойдет просто wordpress он мне тоже интересен он мне тоже нравится отличие я вам рассказал очень удобный редактор бесплатности много хорошей разновидности шаблонов много всего очень много разновидных плагинов вот все что не нужно вам практически все есть в джумле часто бывает что нету нету нужных компонентов даже платных придется заказывать на заказ а если вы закажете на заказ компонент с нуля разработчику это будет намного намного дороже нежели он бы уже продавался был бы готов если эта информация вам недостаточно после вот этого видео что такое wordpress недостаточно чтобы вам определиться чем бы вы хотели заняться да на какой платформе вы бы хотели вести свой проект свой сайт и так далее то я предлагаю оставить вам комментарий что вы об этом думаете под этим видео напишите желаете ли вы развивать эту тему я в дальнейшем по шагам вплоть от установки там на локальный сервер wordpress где его скачать правильно как подобрать шаблон бесплатный как настроить этот шаблон настройки имеются у самого wordpress а пройтись по настройкам все вам рассказать по дополнительным бесплатным плагином есть у меня идея даже рассказать установку платного коммерческого шаблона и все это я предлагаю делать в youtube бесплатно то есть я буду делать это бесплатно возможно в дальнейшем в будущем созреет идея о платном видеокурсе по wordpress возможно по каким-то интересным вещам например по коммерческим очень качественным большим шаблоном тут есть действительно мощные шаблоны коммерческие с большими возможностями то есть чем хорош коммерческий шаблон то есть опять же если вы будете выбирать на wordpress и тему я вам рекомендую приглядываться качественным коммерческим шаблоном потому что это избегает установки дополнительных кита плагинов которому будет нужны эти плагины они уже будут присутствовать в шаблоне то есть это надо разбираться надо смотреть есть очень много платных плагинов очень мощных и крутых для разных ситуаций и условий опять же будем разбираться смотреть возможно будут платные также курс и по специальным плагинам даже например целая коллекция плагинов платных которые могут быть например взаимодействие друг с другом чтобы получить то или иное на выходе действия до сайт то есть какой-то функциональный сайт с добавленными платными плагинами это все планы на будущее на 2018 год то есть я не бросаю ни джуму не adobe muse все будет параллельно идти но возможно в приоритете будут какие-то уроки по wordpress у наполнения как в свое время шли уроки по джуму сенсей я регулярно наполнял youtube полезными уроками серия уроков также планируется по wordpress на этом данное видео я заканчиваю надеюсь для вас это видео было интересным и полезным если это так поддержите меня лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а